Руссенкрузу мой канал ютуб, там вот первая часть уже грузится, сейчас туда Мы уже начали прямой эфир Салтанат собственной персоной, сегодня вот так получилось, мы рядом сидим, представляете? Первую часть смотрелось 161 человек Надо тебе загореть надо Чуть-чуть загореть А вот я ссылочку отправил в чат Приходите на обучение, всегда обучайте Салтанат, их меня и вы Виктор Сейчас ведущий закончит уже и мы начнем работать Спасибо Я призываю вас до конца, у нас еще будет два шага важных Если мы услышим колокольчик, в зависимости от того, успели, мы не успели Давайте просто соблюдать регламент и тогда мы подчеркнем максимум Иначе мы останемся где-то недоучимы Итак, следующий этап, когда мы нашли уже какие-то положительные черты, у нас установился контакт И мы находимся где-то на уровне уже пятого этажа, а нам ехать до 25-го У нас есть самое время, самое лучшее презентовать себя Презентовать себя и человек для нас открыт Мы пробиваем ту самую скорлупу, о которой говорили предыдущие спикеры И он открыт в восприятии информации, что же произошло, кто же ты, кто же ты, уважаемый И расскажите о себе Эта характеристика может быть из двух составляющих То есть, например, я любящая мать, я профессиональный бухгалтер Так, ладно, все, переворачиваю камеру Будем смотреть Да, я профессиональный сетевик На ведущего Ну, сетевик надо вот так, резюминку бы, наверное, не оставил, да? А кто там действительно, это первое Это вопрос вашего самоощущения и того, как вы себя презентуете Поэтому подумайте для себя сейчас, пока я говорю Прямо буквально 15 секунд Какие 1, 2, максимум 3 факта о себе вы можете назвать? Вы можете назвать так, чтобы... Друзья, ждем выступления Султанат Это не Султанат Нет, это не она Именно об этом говорим Ждите терпения И чтобы сократить время, да, вы просто для себя не придумали Султанат вас здесь Вот, это Султанат Поняли И переходим сразу к следующему этапу Чем я могу быть вам полезен Потому что мы, вот опять же, находимся в этом информационном шуме И у каждого есть свои цели Свои вектора движения И мы выкладываем в это пространство Именно на тех, кто пришел в эту информацию Которая нам нужна И когда вы дали свою деятельность Включать чем вы можете быть полезны То вы не знаете Контакт с человеком, либо нет Если нет, то вы сэкономите время и себе, и своему попутчику Но если найдете, то вы, возможно, обретете своего верного, надежного партнера И товарища Поэтому, если вы, например, профессиональный плотник То вы можете быть полезны тем, что делаете самые лучшие в мире табуретки А если вы профессиональный сетевик То вы поможете человеку сделать свои 10, 20, 30 и так далее тысяч долларов за год Если он послушает вашего совета Согласны со мной? Скажите «да» Да! Супер! Поэтому с той же парой, с которой вы уже работали Сейчас я даю вам минуту по 30 секунд каждому 30 секунд один, 30 секунд второй До колокольчика И вы скажите своему партнеру Чем я могу быть вам полезен? 3-4 Значит Я уже от тебя все, что можно, по-моему, все знания забираю Да, от жанра моя, первая линия моя Да Какой ранг? Синьор Классно Сколько уже бизнесов? Бизнесе год Хорошо Борта вместе закрывая Знаешь, какой борт? А что был сам вот такой? Я теперь главный акушер, как герой России у Казахстана Главный акушер Два километра у меня есть Рита Долуина и Валерия Вы рожали в борта А-а-а Две тысячи их не хватало в борту Две тысячи, это сколько получается? Двадцать тысяч долларов Двести тысяч долларов За один день сделали двести тысяч долларов Двести тысяч Это же полборода в один день Бахали не на жизнь, а за один день сделали Спасибо Ну как такое вообще возможно? Две тысячи проплаты Спасибо Фантастика какая-то, ребят Представляете? Так что другие рамки, это цветочки Двести двадцать тысяч долларов за сутки Понимаете? Я сегодня расскажу об этой истории Это было на уровне слетать в космос И посадить там дерево Просто было очень жгучее желание, да, это сделать Это было сильное решение Спасибо, у всех получилось? Это было конкурентое Молодцы Да И возникает еще один вопрос Самый последний, самый главный На уровне двадцать второго этажа Мы понимаем, что нам на двадцать пятого Осталось сообщение Здоровая конкуренция Для человека возникает какой вопрос еще? Я всегда домой Это уже будет полноценная презентация Наташа, ваши кураторы Вообще вот такая Останитель своих кураторов Останитель Это люди, которые дают вам высокую правду Итак, друзья, возникает вопрос Почему я могу тебе верить? Я Наташа очень уважаю Подтверждение Мы людям факты Нам все обещают Таких людей не дай не уважать Я сегодня миллионер Которые делают такие оборудования Которые делают такой бизнес Буквально за 22 года Как вы можете не уважать? Какими способами, методами Через неправду, несправедливость, обман Невозможно сделать Можно сделать какой-то маленький ранг Понимаешь? Да, конечно Извини, такой ранг Через обман какой-то, я не знаю Нечестность, невозможная Это только командная работа Например, самый лучший столик Командная работа Мы за один день Делали 10-20 Вот, смотри, детский сад Рядом, они знали Один часик, кто будет Командный кафе Какого-то крутого не было Самые красивые столы из трубе Резамирина, которые Прямой эфир в контакте Мои поможуты Нет Понятная идея А, нет Поэтому сейчас У вас будет еще одна минута Ровно одна минута Чтобы Вот те аргументы Вспоминаем Кто я? Очень интересно послушать Как можно подписать Тысяча людей в один день Это просто даже если посчитать Что Не подписать Ольга, не подписать А Оплатить Удалимо Не подписать Две тысячи двести А не две тысячи Две тысячи двести Проплат по сто Но там Может быть меньше было Потому что Наверняка Были больше Чем Сто Двести Проплаты Двести Двести А три Сто Двести Три Поэтому реально Там может быть Тысяча полторы Может проплат Было Реально Это было так Это говорит о том Что все ограничения У нас в голове На самом деле Когда принято Сильное решение То Вообще При принятом Сильном решении Тебя ничто не может остановить А решение Ты принимаешь Только тогда Когда ты знаешь Зачем Ты его принимаешь Для чего Ты принимаешь Это решение Должна быть Какая-то мотивация Гипермотивация Чтобы это сделать Правильно Что-то У нас был Прерывался У нас звонок был Это же цель Твоя цель Твоя и двигает Все спрашивают Откуда брать Энергию Энергию Берется От целей Да У меня мотивирует Какая-то внешняя мотивация Она Вот стольчика Работает Ну сегодня Мы будем говорить Внутренняя энергия Она может быть Просто огромной И очень долгой Вы пытаетесь Сейчас посчитать Они считают Минутками Да Ваш ум Сейчас Ваш мозг Вас имеет То есть Вы пытаетесь Просчитать Когда принимается Решение Там никакие Просчеты Не работают Вот и все То есть Когда вы приняли Решение Делать Дород-директора Команды Это было Просто На уровне Скитали Была наработка Сколько Полтора года Была наработка Сколько Полтора года В бизнес В бизнес Я В 25 году Стартовала А в декабре начала делать бизнес. За год и один месяц город директора закрыл. За год и один месяц, понимаете? То есть это не вот, а раз и все. То есть это была команда, это были наработанные. Поэтому никто подписывает в один день 2000 человек. Не собирался. Да, не собирался. А теперь поплачу. Сейчас все услышите. Это было полезно. Супер. Я раз уже был вам полезен, друзья. Однако рекламе не есть рекламе. И, естественно, много можно говорить и о самой презентации и презентации. И это тема, которая есть в каналах. Да, Рус Анкрузус. Канал называется РУС. Сокращенный, да, русскоязычный. Английский, да? Да, английский пробел, потом Анкрузус. И спасибо вам за внимание. Оля написала, снимает шляп. Я передаю слово. Браво. Очаровательный, замечательный, замечательный, замечательный. Член Совета Директоров от Казахстана. Салтана. Громче. Сталина. Плохо поздоровались. Всем привет. Всем привет, Москва. Как дела, как настроение? Котовы обучаться? 500 человек. Ольга, когда вы приезжали в Москву, сколько человек было? Когда вы приезжали, там. 350. А сейчас где-то 250. Ну, только партнеры 6. Да. А тогда было 350 вместе с гостями. Так что Москва, поздравляю, растем. Спасибо большое. Сегодня у нас обучение. Сегодня я буду с вами разговаривать о том, как строить команду, как сделать большие результаты за короткие периоды времени. Кто видит меня впервые, поднимите, пожалуйста, руки. Ого, как вы до этого жили, скажите, пожалуйста. И шучу я. Только слышали? Только слышали. А кто наблюдал за мной в инстаграме, поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. Спасибо большое. Я тоже чувствую вашу поддержку, чувствую командную работу. Ведь Инкруз — это большая семья. И сейчас я расскажу историю свою, немного расскажу, как мы пришли к такому большому результату. Вы знаете, да? Мы с командой сделали, ну, я считаю, что вообще самый рекордный результат. За год и шесть месяцев мы закрыли ранг борт-директора. Год и шесть месяцев. Это самый рекордный результат, реально, да? И я сегодня вам все эти фишки расскажу. Хотим? Кто хочет, поднимите руку. Отлично. Тогда берите блокнот, ручку, записывайте. Все, сегодня действительно будет очень много полезного контента. Я только прилетела из Дубая. Видите, я такая загорелая, да? Сразу с корабля на бал. Завтра у нас будет Минск мероприятие. После завтра Украина, Киев. Потом будет Пешкек, потом будет Алмата. Пять стран за пять дней. Офигеть. Представляете, турне какое, да? Потому что Энгруза сейчас очень сильно шагает. Согласитесь, да? Везде, везде, везде. Если первый год мы доказывали, что это работает... Можно водички мне поднимать? А вон. И давайте сегодня мы будем обучаться. Я хотела бы сегодня с вами поговорить по теме вообще как... Ну, давайте про историю свою расскажу, да? Мне 33 года. Я мама двоих детей. С Казахстана, с города Уральска. Шесть лет занимаюсь бизнесом. Первый опыт был в моем сетевом маркетинге. Одна компания была первая, потом вторая, третья. Сказать, что я прям с нуля пришла в сетевом маркетинге, это неправильно. Неправда. И в разных компаниях был разный результат. Были моменты, когда мне компания не нравилась. Были моменты, когда я компанию кого-то не устраивала. Ну, разная ситуация, да? Но у меня есть хорошее такое выражение, которое я люблю очень сильно. Запишите, пожалуйста. Никто не запомнит ваших попыток, все запомнят ваш результат. Не важно, кем вы были до. Не важно, сколько раз вы делали бизнес. Пытались в 20 компаниях, в 30 компаниях. Первая ли у вас компания, либо что-то, да? Никто не запомнит ваших попыток, все запомнят ваш результат. Если вы один раз возьмете себе, вот реально сделаете марш-бросок один раз, у вас и сделаете результат, то очень неважно будет ваше прошлое. В плане, я не говорю, что у меня ужасное прошлое. Потому что, когда я приходила к людям в компанию, предлагала. И когда вы второй раз идете к своему окружению, что они вам говорят? А что у тебя в прошлой компании не получилось, да? Есть такое? Что в этот момент происходит? Неприятно. Песен. У кого-то аж песен, да? Вот у меня примерно такая же ситуация была. Я в июле, когда я стартовала, 25 июля. Я такая вот отушевленная, рассказываю про Энг Крузес. У нас в Уральском море и не океанах ничего нет, да? Вот Лера, одна из тех людей, которая была в тот период, подключена, да? И, конечно, люди что говорили? Ой, Салтуш, давай так. Ты сначала сама съезди. Или там. А какая очередная компания будет? Вы поняли, да, сейчас я к чему? А сейчас уже что говорят, как думаете? Ты знаешь, по тебе было сразу видно, что ты дойдешь до такого результата. У тебя сразу глаза вгорели. Я помню, я просто не подписалась, времени не было, не разобрался. То есть у людей есть свои свойства, они переобуваются. Вы знаете, если вы, допустим, неудачно станете, я же тебе говорю. Ну, куда ты лезешь, я же тебе горел. Ну, а если у вас получится, что они скажут? Я в тебя верила. Я в тебя сразу верила. Я не стала тебе ничего говорить тогда, знаешь, да? Но у тебя так глаза горели, я в тебя так верила внутри. Чужое мнение – это самый дешевый продукт. Вот очень обидно, люди когда сливают свои цели из-за того, что они поддаются чужому мнению и сливаются, с бизнеса уходят. Это очень обидно. Есть такое? Партнеры уходят с бизнеса? Приходят замотивированные такие, после презентации все порву, все-все-все-все-всех подпишу, весь мир будет на моих ног. Через два-три дня все, ничто ему не поможет. Пойду я на работу, где люди не такие. Вот Москва, какая у вас боль в вашем городе? Пробки. Пробки, из-за этого на презентацию не приезжают, да? Времени нет. Работают много. Работают много. Каждый город придумывает свою какую-то необычную, красивую историю. Отмазку. У каждого города. В любой город, не приезжай, у каждого города какая-то своя необычная история. У каждого города. Да, свой менталитет. Но вы понимаете, что любой бизнес можно раскрутить, неважно в каком городе. Все зависит от кого. Уральск город сейчас весь Казахстан знает. Весь мир знает с уральского города, потому что у нас топ-лидеры с уральского. Почему? Уральск называют городом спящим. Кто был в уральске? Как наш город называют? Спящий. Спящий. То есть у человека работа, дача. И если поймаешь, по лесу ударишь, он только тогда проснется. Вы понимаете, люди спят. И мы при этом же раскрутили этот город? А раскачали? Так раскачали, что у нас на презентацию вот столько людей приходит в зал полный. Обалдеть. Обалдеть. Представляете? 300 тысяч человек всего лишь в наш город у нас. И по 500 человек презентации. Да. У нас зал. Вот приезжал он к нам в город, не человек, в мае месяц. Сколько человек было? 350. 350. Тогда у нас еще раунд только национальный будет. Только первая презентация была. Не важно, какой город. Понимаете? Важно люди, которые это делают без нас. И что у них в голове. И вот история какая. Ну вот такая история. Начала неудачно, получалось. То есть первые 4 месяца отказы в основном. За первые 2 месяца подключил 7 человек. 7. Первые 60 дней 7 человек. И за один день, 25-го часа, подключил 7 человек. За один день. Потому что там быстрый старт нужно было, чтобы сделать путешествие. На двоих нужно было 14 человек. Тогда быстрый старт промышлен такой был. Вот. Я всегда партнерам говорю, доползите до своего лайнера. Вот просто доползите. Даже если вас пытаются убить, вы доползите. Вот просто. Понимаете? Если вы доползете, хоть кто-то потом подключится. Вот у меня так же было. Я вот реально доползла. И вот на лайнере находилось, с 25 ноября, по 7 декабря, 1300 долларов заработала. На лайнере. Прямой эффект. Понимаете, классно? За счет подключения люди подключались. За маркетинг директор бонус получил. Это просто вам нужно что сделать? Ну реально. Люди хотят быстрых результатов. Быстрых результатов. За короткий срок, к примеру. Но если... То есть, либо результат приходит, либо пока его нет, вы хотя бы на лайне поставьте задачу доехать человеку. Понимаете? Это вот наши инструменты. То же самое, если бы, например, занимались бы косметикой и не пользовались бы косметикой и ходили бы неухоженные. Кто бы у нас покупал эту косметику? Услышали сейчас меня? У нас продукт это круиз, путешествие. Поэтому наша задача, что сделать, показать людям, что ты тоже пользуешься этим продуктом. Поэтому вот ориентируйте людей. Либо если у него с наразового результата нет, ориентируйте хотя бы, чтобы он в круиз съездил. В любом случае, что-то произойдет. Ничего не бывает просто так. Вот. И съездила я в круиз. До этого я... Ну как, смотрите, какой у меня был путь. 25 июля я стартовала. 4 месяца я пыталась сделать действие, но они такие были такие... Слабенькие такие. Потому что я открыла турагентство, круизы и визы. Я не хотела сетинков подключать. Просто сама думала, клиентов по 100 долларов регистрировала. То есть изобретала что? Велосипед. Когда был создан уже... Уже все было создано, но я сама велосипед изобретала. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня не было консора, да, близко, рядом, да. Я была там одна. Я не знала, что в Казахстане еще кто-то развивает этот бизнес. То есть я сама по себе на Западе там тусовалась. В чужом городе абсолютно. И когда я на лайнере была, вот первым лайнером, 14 дней, была, приехала я в Казахстан с 7 декабря. Я там на лайнере приняла решение четко строить бизнес-энкрузис. Тимур Шарипов мне показал, что здесь можно стать долларовым миллионером. В Энкрузисах. Тимур Шарипов, это моя параллельная структура, Юлия Чистова, команда. Мы с ним очень дружим, интернациональный директор Казахстана. И он уже был в рамке сеньор-маркетинг-директора на лайнере. А я не знала о его практически существовании. У нас было 4 человека на Казахстане. Кто вы? Вот так что, подходило же. Мы вместе были, помните? Вы тоже были на этом лайнере жать? Нет, вы же помните, да? Мы в Казахстане столько познакомились. И вот мы тогда начали делать бизнес. Мы поставили задачу на нау-рыс вывести людей. То есть, понимаем, 4 человека – это не результат. Надо как можно больше людей. И вот тогда групповые круизы еще даже понятия не имели, мы что нельзя делать. 25 человек мы организовали круиз по Европе на нау-рыс. На нау-рыс у нас праздник казахстанский есть. Вот и бизнес пошел. В феврале месяце сеньор-маркетинг-директор, а в следующий месяц региональный директор, в следующий месяц национальный директор, в следующий месяц исполнительный директор, а интернациональный – два месяца на интернациональной директоре была, потом 6 месяцев на исполнительной была, и вот в январе сделала борт директора. и это всего лишь вот за какой период с декабря месяца по январь получается за год и один месяц можете представить это просто принятие решения именно вопрос многие люди в бизнесе но они думают что они в бизнесе думать что ты в бизнесе и делать бизнес это разные вещи тебя хочу вам донести еще раз думать что ты делаешь бизнес и делать бизнес это разные вещи монета провалилась то есть понимаете есть люди которые год в бизнесе что ты делаешь я бизнесом занимаюсь что ты делаешь я бизнесом занимаюсь как ты делаешь этот бизнес ну не знаю я утром просыпаюсь думаю как кого подключить. Вечером ложусь спать, думаю, почему я здесь вообще не провел. Думать и делать. Это разные вещи. Что такое делать наш бизнес? Это проведение чего? Встреч. Встреч, работа с командой и так далее. А вы целый день что делаете? Думаете. Нам компания не платит за то, что мы думаем. Нам компания платит за четкие действия. Поэтому я как конкретно. Если, допустим, есть люди в бизнесе, которые за весь год всего лишь провели 10 встреч. Это разве бизнес? Будьте просто сами с собой откровенны. Понимаете? Что такое делать в бизнесе? Это каждый день как минимум трем людям рассказывать про инкруч. Как минимум в чат свою контролировать. Смотреть, кому что, кого поддержать. Что как. Быть в бизнесе в фокусе на 100%. Вы знаете, вас сейчас у всех, вы сейчас по сути сидите, вот вчера я приехала, говорю, раздубают, да? Там вот стоят вот ламборджини, феррари, да? Вот у нас, это норма, да, у них? Вы знаете, какую скорость они разгоняют, да? До скольки? 300, да? Вот понимаете, инкрузис для нас, для всех, для вас сейчас, это как феррари красная. Вам просто бог дал вот эту вот возможность, да? А вы на ней нажимаете, как на запорожце на 30. Дамы 300 может дать машина, а вы 30 и боитесь. Вы понимаете? Вот со стороны это глупо смотрится. Вы представляете, вы дуба едете на ламборджини или на феррари и на 30 километров. Вот когда человек ко мне подходит в бизнесе и не делает бизнес, я вот на него смотрю, у меня вот реально вот со стороны так картинка наблюдается. Вы поняли сейчас меня? И инкрузис полностью мою жизнь изменил. Полностью. От и до. С работы ушел. Он у меня сейчас занимает с детьми. Месяц дохода, это такой доход, я не хвастаюсь, я просто каждому хочу это донести. Что компания дает, надо что? Брать. Глупо не брать. Глупо себя жалеть и не делать, если есть такая возможность. Каждый день мы все равно ныли до этого ходили. Что в жизни что-то не так. Вам дали компанию, и вы все равно ноете. Вы понимаете? Че ныть? Че ныть? Надо делать. И когда вы делаете бизнес, надо понимать, вот у вас есть путь. Вот смотрите, путь. Если вы не видите своей цели, многие спрашивают, откуда у тебя энергия, откуда у тебя мотивация, что движет. Цели двигают. Цели. Нету целей, нету бизнеса. Имитация бурной деятельности каждый божий день. ИБД, КБД. Имитация бурной деятельности каждый божий день. Султанат, покрупнее, пожалуйста, пиши, там не видать ничего. Покрупнее пиши. Камчатка слышно там? Видно? На звук говорим. А мы сейчас, знаете, что делаем? Мы сейчас поменяемся потом. Еще, еще, еще. Не пойдет. Не пойдет? Еще, еще, еще. Ну куда еще? Запишите. ИБД, КБД. Имитация бурной деятельности каждый божий день. Думать о бизнесе и делать бизнесе это разные вещи. Тоже запишите. Записали? И вот смотрите. У вас будет путь. Сколько у меня времени есть? У нас есть путь. Смотрите. Путь. Вы должны четко осознавать свой путь. Вот вы. И вот ваша конечная бац. Большая, амбициозная цель. Вот прям бац по башке сейчас возложилась. Есть ли у вас это бац? У кого есть? Что такое бац? Это когда ты просыпаешься, я могу в 3 часа ночи прийти к тебе и скажу ну-ка расскажи свою цель. Вы встали и рассказали. Вы понимаете? Многих людей нет этой цели. Начинают придумывать цели своих спонсеров, рассказывать. Понимаете? У вас своя цель должна быть. Только большая амбициозная цель тебя двигает. Только большая амбициозная цель дает тебе силы. Вот я свою большую амбициозную цель в 13-м году узнала. До 13-го года у меня не было никогда целью никакой. Ну, жила обычной жизнью. Ну, было двое детей. Все нормально. Все не жалуют. Ну, нормально обычно жить. Но когда я узнала свою большую амбициозную цель, когда мне направили вот на таком вот семинаре, я не буду говорить человеку, который меня направил, но он рассказал просто такую вещь классную. А какая цель будет? Сказать? Цель скажите. Смотрите, вы же понимаете, что когда у вас будут закрыты основные потребности, основные, да, то есть такие жилищные, по питанию, по всему даю, у вас по-другому, вы свое истинное предназначение откроете. Вы это понимаете же? То есть пока вас имеют бытовые какие-то моменты, либо что-то, вы вроде бы хотите чем-то таким своим заниматься, но вас это не дает, не пускает. И вот, когда я была на одном семинаре, у нас есть там вот такой вот тоже наставник, тоже у него крутой результат, он сказал, что он такую вещь, я не знаю сейчас, ну, не знаю, кому-то залетит, кому-то нет. Мне тогда залетела хорошо эта мысль в голову. Я ее нанесла сколько? Шесть лет не стою в голове. С тринадцатого по шестнадцатый год. Он сказал такую вещь, ему было очень успешно, он говорит, даже самые богатые люди мира, запишите, да, больше чем пятьдесят тысяч долларов в месяц деньги тратить не могут. Кого сейчас монета провалилась? Я не знаю, возможно, жизнь изменит, как когда-то мне. Раньше я думала так, ну, я же из простой семьи, да? Я вот думала, богатые, это какие-то инопланетянины. Они знают то, что никто не знает. И это быть богатыми, это значит иметь невероятно много денег. Услышали сейчас меня? То есть то, что мы не можем ощутить и не можем понять, для нас это что, закрыто. Правда, да? И нам мало что, когда ты точно знаешь, что завтра идти на работу, тебе точно заплату заплатят, ты идешь. Когда ты не знаешь, что будет, тебе тяжело идти. Когда вот успех, вопрос успеха, когда мы говорим четко, вот такая-то есть задача, вот такой-то есть результат в жизни, если ты хочешь стать успешным. Я хотела быть успешным. У меня есть свои цели, которые нельзя озвучивать, допустим, но вот одна из целей это выйти на доход в 50 тысяч долларов. У меня была в 13-м году. Почему? Объясню сейчас. Потому что этот человек сказал, даже самые богатые люди мира, имея свое состояние, более чем 50 тысяч тратить не могут. Зарабатывать могут, но тратить не могут. То есть смотрите, даже если человек купил дом, машину, своих близких, родных обеспечил, занялся каким-то классным делом, понимаете, у него расходы, чем 50 штук, не могут быть. Круто? И когда я, вот у кого, я не знаю, сейчас вот провалилась монета. Вопрос есть, почему? Ну, потому что цены, ну, не можешь ты, даже, ну, ты пойми, ты дом у тебя купил, ты дом, машину у тебя есть, даже если ты коллекционируешь машины, даже если ты коллекционируешь картины, например, на продукт у тебя такая сумма уходит, на служебный персонал сильно этот, сильно, это что значит? Это просто надо найти ту нишу, в которой можно зарабатывать чуть больше, чем 50, и можно просто заниматься вообще абсолютно любым делом, которое ты хочешь, потому что все основные потребности, ты что? Закрыты. Вы поняли сейчас меня? Да. Вот для кого это инсайд? Донесла? Да. Вот я хочу, чтобы у вас провалилась эта монета, чтобы быть богатым, это не вот так недосягаемо, как это не в вашей жизни, и это не про вас, это про вас. Донесла? Примите это. Примите эту информацию. Не мозгом сейчас, а как, а как, а как? А зачем мне это надо? Только что я рассказывала ситуацию, мы борт-директора, знаете, как закрывали? А где Наталья Шилова? Я не хотела благодарность сказать. Говори. Говори. Наташа, я ей лично хотела сказать. Вы знаете, как мы закрывали борт-директора? Завтра, Султанат. А? Завтра скажешь. Рассказать? Да. Вы знаете, сколько борт-директора человек надо? 5,5. Оборот. 5,5 тысяч человек. 30 числа, 30 января у нас в команде вечером было 3,5 тысячи человек. Да ладно? 350 тысяч долларов. Сколько надо борт-директор еще? 2,5 тысячи. Плюс 2 тысячи проплаты от человека. Можете себе представить? Нет. Мы же это сделаем? Это невозможно. Это невозможно. Вот только что мы снимаем, люди говорят, как так, это получается в минуту, поскольку человек, люди мозгом пытаются это понять. Я не знаю, это что-то такое, что не поддается вашему мозгу. Понимаете? Это вопрос принятия решения. Это только когда вы этим это принимаете. Вот сейчас я вам хочу, чтобы вы сердцем это обучение приняли. С сердцем. Вот отключите голову. Иногда голова вам мешает. Понимаете? Есть люди разного, да, мышления. Зеленые, красные. Потом, что запишите. Том Шрайтерс, психотип у людей. Запишите обязательно. Обязательно получите эту вещь. Все такое? А, все равно. К этому придем тоже. Давайте к этому. Вот вы. Это ваше что? Отправная точка. Вы до этого, может быть, были в бизнесе, но не делали бизнес. Сегодня, в сегодняшний день вы поставьте себе задачу. Что? Сделали. Не знаю как, но я это сделаю в отношениях принципов. Когда вы думаете, как это сделать, как и что делать, у вас бизнеса не получится. Если у вас 80% занимает эти вопросы, как я сделаю, что я сделаю, я какой-то не такой, у меня люди какие-то не такие, у меня окружение какое-то не такое, все время вопрос, как, как. Это не вопрос роста. Есть вопросы роста, есть вопросы спада. Вот вопрос, как это не вопрос роста, понимаете, вы сами себе что начинаете делать? Да, вы сами себе травмать, надо понимать, зачем вам это делать. Вот если вы 80% времени задаете вопрос, зачем вам нужно иметь бац, то вопрос, вот 20% то, как и что, а оно само по себе будет, вы понимаете, да? То есть вам будет вселенная помогать, я не знаю, вам будут всевышние помогать, да? Но если вы знаете зачем, вот я точно знала, вот я пришла в бизнес, в 13-м году у меня появилось, вот мой путь, с 13-го года по январь. Какой год у нас сейчас? 19-й год. Сколько? 6 лет. Понимаете? Вы, если сегодня у вас появилась цель, классно, большая цель. Большая цель, это не безоплатка, естественно. У нас люди приходят, безоплатку не сделали, снили себя. Ну, смотрите, большая цель, она должна быть настолько большой, что когда вы начинаете ставить цель, допустим, безоплатка, да, вот она, если она у вас безоплатка маленькая, ты по-любому увидишь что? Большую цель. Большую цель. А если цель у вас нет, большая цель, она маленькая, там только квартира, квартира и машина, это тоже маленькая цель. Правда. У вас должна быть реально большая цель, что вы можете сделать, вообще миру подарить. Вот я сейчас думаю, такие деньги зарабатывать, зачем мне такие деньги зарабатывать, что я могу человечеству сделать, что я могу государству сделать, что мы можем делать на уровне государства, что мы открыть можем. Я вот сейчас в Дубай поехала, посмотрела там этот, виллдж, есть же, потрясающе вообще, меня вдохновило очень. Большая цель, то, что вы можете большое что-то вклад сделать, понимаете? И вот когда у вас есть это большая цель, вот эта вот маленькая цель, она будет просто, ну просто само по себе, это естественно, вот так. Конечно, я может быть слишком высокие слова сейчас для многих говорю, да, некоторые, думаю, как бы без оплатки только закрыть, о чем она говорит? Просто я хочу, чтобы вы понимали, вот это мое внутреннее состояние, я хочу вам передать. Представьте, что вы уже борт-директор, потому что я когда-то тоже была на вашем месте. вы просто себе есть понятие быть, делать, иметь, бытием, быть, плюс, делать, запишите, равно, иметь. Вот, с чего начинается это выражение? Бытием. Даже если вы сейчас пока еще не имеете этого результата, ваша задача уже себя чувствует и вести, как будто у вас уже есть этот результат. Нанесла? Бытием. Какой вы человек, когда вы на ранге борт-директора? Как вы себя чувствуете? Как вы с людьми разговариваете? То есть вы представьте, что вы уже борт-директор. А потом ты что делаешь? Делаешь, и только потом ты будешь что? Просыпайтесь утром уже, как будто вы миллионеры. Просыпайтесь, заправляйте постель, чистите зубы, так, как будто вы уже миллионер. Представляете, что в каждом городе вас ждут команды. Вы ощущать это должны. Вы понимаете? Ощущать. А не когда я стану, только тогда я буду. Нет, сейчас уже. Я говорю, партнеры у нас вообще благодать такая. Вы такой бизнес продаете людям, даете возможность. Вы людям жизни меняете, а вы идете в позицию вот в такую вот. Пожалуйста, подпишись, дай мне свое согласие. Ваша задача по-другому себя вести. Вы даете возможность. Понимаете? Это вы к нему подошли и дали ему возможность, а не дай мне шанс. Подпишись под меня. Поменяйте свое внутреннее состояние. Поменяйте. ценность высокая себе придайте, что вы даете. Вы понимаете вот это состояние? Вы даете. Я даю. Запишите. Я даю. Возьмите. Потом делать. Что нужно делать? Встречи, презентации, командная работа. И тогда ты будешь что? Потом иметь. иметь. Вот это понятная формула? Для кого монета провалилась? Тоже поднимите, что я понимала. Кто впервые видит эту формулу? Впервые, да? Для вас понятно, да, теперь? Вы уже все, вы уже как борт-директор все. Это не означает корону надели и все. Вы сначала сделаете борт-директор, а потом корону надели и все. Вот я в внутреннее состояние имею. И вот это ваша цель. вас что? Двигает. Помните Санкт-Петербургское обучение? Да. Не все же его смотрели? В Санкт-Петербурге я проводила обучение, когда мы ездили в Майбахач, когда все прижалили. Вроде простое обучение, но там правильно эти вещи сказаны, да? Про то, что как паровоз. Вы как паровоз. Если вы не имеете цели, если то же поезд, который не имеет цели. Вот есть Москва-Санкт-Петербург поезд? Есть? Он останавливается по пути? Он останавливается. Он же не едет, допустим, первый остановок какая? Балагое. Балагое. Балагое остановился, ни один человек не сел, он разворачивался назад, на стол поехал. Вы когда-нибудь такой поезд видели? Следующий остановок какая? Тверь. В Тверь приехал, 10 человек стоят, думают ехать, не ехать. Никто не сел, он назад развернулся, поехал. Вы понимаете, ваша задача делать из себя вот на год себя в армию призовите, вот есть вот мы с Лерой используем часто это выражение призови себя на год в армию Радислав Кандабас ролик, посмотрите. Вот пока ты вот этот вот год себе фокус держишь, пока ты по крайней мере один год не проработаешь, ты что? Фокус не теряешь. То есть и ваша задача что делать? Четко понимать, наш ресурс это люди, которым мы даем информацию, правильно? Наша задача рассказывать людям презентацию. Нам за это платишь что? Деньги. За то, что они подключаются. За что-то другое не платишь, что вы там на шпагат садиться можете. Нам платят четко за конкретные действия. Встреча, звонок, приглашение. Все. Да, да, нет, нет. Да, это наша зарплата. Нет, это наша работа. то есть вы должны понимать, что никто не должен нам всегда так говорить. Нет, это наша работа, да, это наша зарплата. Соберите свои стуни. Мне вот девочка одна учит Санди, она говорит, Сандыка Шмавленов сандериками, напишите, когда новичок стартует, она заставляет новичка писать, 10 человек, которых тебе гарантированно нет скажет. Понимаете? Классно. И она удивляется, они удивляются, когда кто-то из них да говорит. Но они зато отрабатывают спокойно, и у человека нет истерики. Почему? Потому что очень завышенное эго, как так, он мне отказал, я ему помогал, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, и у людей что? Эго завышенное, они обиды не могут, и они забывают о своей цели. И вот давайте про лестницу продать. И вообще у меня, я когда, извините, мне сразу прощение прошло, да, я когда обучение провожу, у меня мысли туда-сюда, туда-сюда. Нормально, да? Ну вы понимаете же пока что? Пока что. Пока что. Да и смотрите, я просто боюсь что-то забыть, и хочется там это сказать, это, и это вроде важно, и это важно. Поэтому, а то некоторые мне говорят, ну успевай за это какого, что там сказал, недоговоренно, затвернулся, ну просто я вам говорю, да? Смотрите, когда новичок стартует, обязательно ему покажите лестницу продаж. Лестница продаж. То есть какие этапы ему необходимо пройти, чтобы получить вот это вот что? Зарплатные. Окей? Пять этапов. Запишите раз, два, три, четыре, пять. Перед тем, как прийти к лидерской работе, мы должны провести вот эту работу. Я часто говорю, сказать? Да. Сначала нигерская работа, потом лидерская работа, а не наоборот. То есть пока тут в лестницу продаж не пройдешь, о чем можно говорить вообще? А то человек, потом уже два человека, все, чувствует себя, директор уже командовать начинает, когда люди приходят, или не приходят. Твоя задача создать большую команду самому сначала. Поэтому смотрите, лестница продаж. Первый этап. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Это я на всех школах говорю. Вот Лера знает мою первую линию, приехала с Уральским. Во всех, во всех городах Казахстана, куда я езжу, я всегда это обучаю. Мои партнеры все знают, что такое лестница продаж. Кто впервые слышит про лестницу продаж? Вот теперь в сетевом бизнесе есть такая формула. Научись. Запишите. Научи. И потом что? Научи. Учить. Учить. Если вы вот эту вот систему дубликацию запустите, у вас будет потрясающий бизнес. Сначала ты что сделал сейчас? Обучаешься. Научилась. Потом что? Научил. Потом проконтролировал, чтобы они тоже свою команду что? Обучали. Вот тогда у вас правильный бизнес будет, дубликация. А то некоторые партнеры пришли на обучение, сами изучили, а команду свою что? Не внедряют. Вот с сегодняшнего дня, чтобы у вас была прям задача такая всегда, что бы вы ни знаете, какую бы информацию не владели, которая усилит вашу команду, ваша задача, что сделать их, что же, обучить. Вы знаете, когда вот так вот мы проводим, у нас вот в Астане партнеры прям на следующий день у кого не получилось прийти, они прям назначают встречу с своим партнером и эти все знания передают куда? В глубине. Чтобы каждый раз, когда я приезжала в этот город повторно, мы уже не проводим на эту тему обучение. Вы понимаете? Уже партнеры знают, потому что каждый раз тогда у нас первый класс будет, что ли? Нам же дальше надо один из класса заканчивать. Так и вы сейчас. Вы свою команду, если у кого-то сегодня не получилось прийти или кто-то приехал сейчас в Санкт-Петербург, из других городов, что сделать? Обучить вот этой вот школе. Первый этап – это какой? Список, звонок, приглашение. Второй этап – встреча. Третий этап – презентация. Четвертый этап – работа с возражениями. Пятый этап – закрытие сделки. Вы четко должны понимать, с каким кандидатом, на каком этапе вы сейчас что делаете? Находитесь. Смотрите, как мы составляем список. Вообще, новичок стартует в первый день. Я говорю так, вот прям новичок стартует, я сразу говорю. Как вы думаете, что хочет новичок, когда стартует он? Что он хочет? Четких действий. Указаний. Четких указаний первых действий. Вы поняли, да? Первые действия. Какие действия вы им говорите? А вы же полные, вы понимаете? То есть вы сейчас на обучение ходили, знаний много, и вы не знаете, что ему что? Дать. Да, с чего начать? Либо начинаете сразу программу 10 класса для него. Вы понимаете? Новичок не этого хочет. Новичку надо сделать самый первый хотя бы шаг. То есть большой путь начинается с первого шага. Мы что говорим? Я новичок, у меня стартует, я говорю, сегодня тебе необходимо сходить в констовары. Вы поняли, да? Я смотрю, выполнил ли он это задание или нет. Сходить в констовары проще всего, чем делать звонок. Правда? Но когда он это сделал, и ты его похвалил, молодец. Что он покупает в этих констоварах? Три ежедневника покупает. Первый ежедневник. Я говорю, ты начинаешь бизнес, тебе надо научиться, что делать, планировать. Второй он покупает, это блокнот для обучения. В твердом переплете, говорю, чтобы каждый раз на листочках не записывать, у тебя всегда должен быть блокнот, в котором все знания, это как твоя библиотека, это как твоя азбука будет бизнеса. Ты начинаешь бизнес, у тебя каждый раз разные спикеры будут, на всех семинарах это твоя книга. У меня этой книге, моей этой тетрадке пять лет. Мне один раз показали так, в сетевом маркетинге сказали, в твердом переплете, я вот такую большую купила, неважно какая сумка, я все время ее как студентка таскала. Неважно какая компания. Почему? Потому что там все знания есть. И на какую тему любой человек мне говорит, наступать. Я беру так, список как составлять там, как лидерство там, на любую тему всегда от всех, что делала? Записывала, и все это есть. А мы как относимся к бизнесу? Пришли, если есть раздаточный материал, отлично, листочек кто-то дал, отлично записали, там мы пришли, выкинули. Какой это бизнес? Это не бизнес. Точно же это? Да. Так, а вы потом команда к вам приходит? А вам дождать нечего. Потому что вы забыли уже этот материал. Два дня в голове насилие, а потом забыли. Лучше хороший карандаш, чем... Острый карандаш. Лучше такой карандаш, чем хороший памятник. Вот поэтому я говорю, специально для лекции покупаешь себе что? Блокнот. И третий ты покупаешь скетчбук. Знаете, да, такой скетчбук? Ну, этот пружинный. Отрывной. Отрывной. Для того, чтобы там... Это твой рабочий инструмент. Ты там будешь проводить презентацию на нем. Всегда в сумке возить с собой три инструмента. И с этого начинается твой бизнес, твой путь. Вроде бы простые вещи я сейчас говорю, правда же, да? Но они, знаете, как нужны вашему новичку? И это ему понятие дает, вообще, как это начать бизнес. И мы начинаем в этом ежедневнике на оборотной стороне. Дайте мне кто-нибудь ежедневник, пожалуйста. Вот дайте, пожалуйста, ежедневник. Я говорю, вот ты ежедневник купил. Сейчас, раньше, в сетевом маркетинге, как объясняют, да? Завести отдельную книжку надо, как он называется, список контактов. Никто сейчас этим не хочет возиться. Согласитесь, да? Сейчас время, скорость такая бешеная, а люди используют в школу 20-летней Арифлейме до сих пор. Список контактов, там, кто у него папа, кто у него дядя, зачем это надо еще? Сейчас намного проще. Говорю, бери обратную сторону ежедневника своего. Там же есть список для записи, пустая сторона. Делишь на две части. Можно я покажу на вашей? Я вот говорю вот так вот. Твой список контактов, это и есть твой ежедневник, в котором ты всегда планируешь свои действия. Учись, делай, вести ежедневник. Все успешные люди ведут бизнес с ежедневником. Вот так, делишь на три и пишешь, допустим, Алена, Москва, к примеру. И оставляешь четыре ему пункта. Это означает касание. Второй человек, допустим, Артур. Третий человек, Руслан, к примеру. Понятно, да? И каждому поскольку, как минимум, четыре касания. И вот таких, как минимум, сто человек можно писать? Можно. Хотя бы даже двадцать, поскольку он напишет. Для чего? Потом, это у него в голове понятие, что если человек ему откажет, это не означает, что он отказал навсегда. Он понимает, что с ним нужно еще сколько, несколько касаний сделать. Можно, да? Понятно, да? В список ведем. Смотрите, как я это объясню. Я люблю объяснять просто, допустим, вы приходите на рынок и вам предлагают какой-то крутой белорусский новый порошок. Вы пользуетесь Ариелем, к примеру. Купите ли вы сразу этот порошок? А? Кто попробует сразу? Ну, смотрите, как мало. А большинство не купят же? То есть, не купят. Потом пошли к подруге. Приходим, а у нее на машинке этот порошок стоит. Вы поняли, да? Продавец вам говорил, купите классный порошок, белорусский классный. К примеру. Вы что говорите? Вы же у подруги спросите? Спросим же? Спросим. Женщины, спросим. Спросим, говорим, а что это порошок? Она говорит, классный порошок, такой суперский. Идете к маме, у мамы тоже такой порошок. Ищите к сестре, тоже такой порошок. В следующий раз идете на рынок, вы сами покупаете этот порошок. То же самое и в бизнесе. Люди услышали один раз про сетевый маркетинг, услышали про инкрус, допустим, очень мало людей сразу с первого раза регистрируется. Я вам по практике это говорю. Очень мало. Людям нужно необходимо несколько раз что? касание называется. Это касание. Поэтому нет это не означает нет окончательно. Научите своих людей к этому, что нет это не означает нет. Мой пример это Алья Раскалиева. Знаете Алья Раскалиева? Национальный директор. Кто в ее команде? Поднимите, пожалуйста, руки. Национальный директор компании инкрусис. Национальный, ребят, национальный. Я ее пригласила когда в Астане. У нее ребенок, три ребенка, трое детей. Младшему ребенку три месяца было. Я ей сказала Салтанат, какие сто долларов? О чем речь? Понимаете? Я ей говорю вот такой-то классный бизнес она говорит мы живем в маленькой квартире я говорю детей пока переступлю говорит у меня нету сто баксов на какие круизы говорит о чем речь? Вы поняли, да? Она мне что сказала? Не сейчас. Нет же она сказала не сейчас. она не до этого ей была но я продолжала с ней что? Общаться. И она зарегистрировалась сначала на 100 долларов потом на 195 зарегистрировалась восемь месяцев у нее не было ни одного партнера восемь месяцев каждый раз когда кто-то в команде делал безопадку она мне в личку выходила и говорила почему? что не так? почему? я все делаю таргет запускаю я же говорю она какие-то волшебные слова говорила для меня таргет это как это космический на космос летать я чтобы с жирой с людьми могу общаться она такие вещи помните Ага Юрия Скалиева? они сейчас супругу в лициональном директе в этом месте интернационального делают восемь месяцев ни одного партнера и через восемь месяцев знаете кто первый подписался на нее? мама она ее просто пожалела это реальная история реальная история она мне звонит Саданат у меня мама подписывается классно ну это еще не новость за ней все сестры регистрируются она сказала вы она позвала 7 сестер она сказала вы обещали сами что когда моя дочка вырастет будете помогать что не помогаете? она сейчас в основном переехала с мужем у них денег нету начала какой-то бизнес никто не поддерживает быстро подписывайтесь вы представляете? и она мне звонит и говорит как их регистрируют? может быть вот так вот маму зарегистрируем и сестер зарегистрируем вот так хоть у мамы будет результат без оплатки я такая говорю нет так не пойдет они все между собой будут конкуренты у нас же в казахах все на одни гости ходим же понимаем же надо всех в один ряд регистрировать и они все так колбасой 7 человек всем по 50 долларов купало и говорит нифига себе работает вот так вот было и это была первая ее команда она с ней мучилась потому что все тетки там никогда сетевым бизнесом не занимались они все такие эти как сказать консерваторы когда они 50 долларов они поймут откуда деньги они скажут откуда деньги откуда деньги не может быть откуда деньги мы еще ничего не сделаем нам деньги платят вы понимаете вторая вторая у нее Айна Гульмурсанова зарегистрировала вторая ножка и третья ножка у нее у нас Гульмакеева она сейчас без пяти минут интернациональный директор за какой период после того как вот тетушки зарегистрировались сколько прошло до интернационала она тетке у нее зарегистрировались когда в апреле в марте год сейчас она на десятку уходит в прошлом месте у нее было 880 проплат осталось 120 проплат и она интернациональная можете представить и вот команда Москвы это вот теткина команда Жанна Сынеролын они в одном классе одноклассницы там что-то такое-то что-то такое-то вы услышали сейчас меня? то есть не вычеркиваем людей если вам сказали нет я могла бы Алия сказала нет могла бы вычеркнуть из своей жизни у нас же как люди отказали нам все вычеркиваем ее из своей жизни все он обиделся а почему? потому что у людей сейчас я вам покажу что срабатывает у людей очень завышенное что? самолюбие самолюбие эго вот вы находитесь вот вы находитесь где-то я не знаю я смотрю люди разные здесь разных возрастов вы может быть кто-то были директором чего-то завода может быть отличный педагог может быть классный бизнесмен вы уже имеете какие-то свои что? регалии погоны и здесь мы вам показываем бизнес инкрузис и этот вот успех вам сюда надо прийти какие способы есть? мозг построить потом какие варианты? вертолет мозг построить мозг это разные варианты на самом деле чтобы успешно стать в инкрузис ваша задача что сделать нужно? спуститься до состояния чего? нуля обнулиться и только тогда у тебя что делать будет? многие люди приходят когда-то 20 лет тому назад директором какого-то компании сетевой были и приходят сюда важные такие знаете важные почему? потому что эго не дает же у них там результат же есть же и они пытаются эту систему внедрить здесь а здесь же компания совершенно другая компания вы чувствуете это? здесь сам майкл другой здесь ценности другие вообще здесь люди с завышенным эго у них не получается результат ну правда не получается им надо вот прям опуститься это не означает что упасть но это означает быть готовым обнулиться вы понимаете? вот ваша задача быть готовым обнулиться до отказа до этого ты принятие принимай это принимай принимай вот как ты принимаешь так и вселенная тебе давать будет пока ты сопротивляешься вселенная не дает вот это понятно? есть 4 категории партнеров запишите пожалуйста команда когда вы строите команду у вас будет 4 категории партнеров партнеры А партнеры Б партнеры С и партнеры Д мы сейчас как сканеры сразу видим какой партнер какой А человек который имеет результат результат плюс и поведение плюс Б человек который имеет результат плюс поведение минус человек С человек который имеет результат минус поведение плюс и партнер Д это который и результата не имеет и поведение ужасное что входит в поведение давайте запишем разберите что в поведение входит в поведение входит первое спонсор всегда прав у нас в команде четко система работает такая спонсор сказал прыгать с 9 этажа идешь и прыгаешь не спрашиваешь зачем а спрашиваешь сколько раз вот у нас в команде так Лера подтвердил спонсор сказал значит делаешь спонсор плохо тебе не посоветуют это если ты сейчас его не слышишь это твое эго пытается затмить тебя вы понимаете вот спонсор человек который за твой результат вот все у нас наизусть знают выражение спонсор сказал прыгать с 9 этажа не спрашиваешь зачем спрашиваешь сколько раз настолько доверять ты должен своего спонсора что однозначно он тебя не заставит прыгать с 9 этажа донесла а у нас как как только спонсору стоит не взять трубку для обкосячиться все не человеком все начинаем его полоскать понимаете а сами в своем бревно не видите да вот есть такое выражение что-то такое в чужом глазу соринку видишь да а в своем бревно да нельзя никогда обсуждать своими спонсорами человек который обсуждает своего спонсора у меня в глазах сразу категория минусы ходят все он тебе спасибо скажи что он тебе в список контактов не сообщает спасибо скажи что он тебе позвонил а ты пытаешься ответственность за свой нерезультат скинуть на него это неправильная стратегия это не стратегия победителя это про стратегии жертвы знаете стратегии жертвы виноваты все кроме меня все виноваты весь мир виноват это человек который не хочет брать ответственность он жертва человек который хочет брать ответственность он автор даже если у него беспонтовый спонсор все равно хорошо я был у вас спонсор Я один раз позволила на косячь. Я плохо сказала о своем спонсоре перед закрытием борт-директора. Среди своих директоров у нас была планерка, я что-то такой-то с Юлей зачастую, у нас зацепились мы с ней. И у нас такое было. Я себя, пока я у нее извинения попросила, я борт-директор не закрыла, представляете? Я вот честно говорю, как есть. Директора мои были. Я как есть говорю. Я не боюсь выглядеть плохо. Это правда жизни. От того, что я скрою что-то не скрою. Вы понимаете? Поэтому спонсор всегда прав. Второе. Посещаем все мероприятия. Не сплетничаем. То есть вот это поведение должно быть, понимаете? Вот давайте партнер приходит А. Когда к маме в команду приходит партнер А, он сразу и результат показывает, и поведение у него классное. Приятно с таким партнером работать? Кто хочет партнера А в команду? А ты, если партнер Б или С, придет ли он тебе в команду? Да, придет. Может прийти. Но он тебя ценить не будет. Но он будет работать с кем? Тоже с А. Вы поняли? Вы ценности разные у вас. Услышали сейчас меня? Поэтому ваша задача стать кем? А. А. Б. Партнеры. Они есть такие люди? Классные продажники. Пришли как ураган. Заходят в компанию, делают результат. Подключают. Классно все. Спонсор беспонтовый. На мероприятия они не ходят, потому что они считают себя самыми умными. Есть такие люди? Есть. Это партнеры Б. Они делают результат. Классно. Но у них что? Хромает. Что-то хромает. Здесь Бог им даст ранг определенный, и они в него что сделают? Упрутся. Пока они этот минус не переделают на что? На плюс. На плюс. Понятно? Пока они сами не едут на мероприятия. Как они могут кого-то замателировать? Вы же понимаете? Вот сегодня мероприятие. Классно же? Супер. Классно. Вы сегодня прокачаетесь. Вы придете и будете делать бизнес. А кто-то просто дорогу не перешел. Не приехал сюда. Посчитал, что пробки и нафиг надо, где он не буду сидеть. Вы понимаете? Мероприятие, оно всегда вас что-то двигает, двигает, двигает. Поэтому вот поведение надо что? Вот здесь вот у Б, у него поведение не очень. Но он сам к этому придет. Когда он не может долго открыть ранг. Вы поняли? Есть партнер С. Есть же такие, которые результата нет, но на всех мероприятиях ходят. Спонсор только о хорошем говорит. То, как позитив у него идет. Классные партнеры. Я таких партнеров обожаю вообще. Конечно, им надо больше действовать. Но эти партнеры, когда-нибудь у них будет результат. Почему? Потому что если они все это делают, они по-любому найдут кого? Согласитесь? Они по-любому найдут. А, и они автоматически потом... Вы поняли? Они прокачаются. Как Алия вот Раскадеева. Вот эта моя девочка, 8 месяцев подруга. У нее не было результата 8 месяцев, но у нее было потрясающее поведение. Она в чате ни один вопрос не оставляла открытым. Кто-нибудь вопрос задаст, она отвечает. С аппаратом переписывает. Ей-то надо, у меня ни одного партнера там в чате нет. Все вопросы ходячей циклопедии же она. У нее ребенку 3 месяца, она ребенку усыпет. Кто-нибудь вопрос задаст, Салтанат по городам скажет, она на все вопросы отвечает. И тем самым она что стала? Какая? Прокачанная. Когда к ней пришла команда, она готова человеку же. Она ни разу вопросы не задает, она все вопросы на своем уровне решает. Она мне какой-то вопрос задает, она говорит, Салтанат, я не знаю, удобно тебе на эту тему со мной... А, удобно тебе? Говорит, нет. Вот я на университетном директе, я вот этот вопрос решить не могу. А все вопросы, все решают вопросы. Ни один партнер с ее командой даже телефона моего не знает. Круто? Лидер. Лидер, потому что она что сделала? Прокачалась, и она сейчас... А, то же самое Лера? Лера Шейна. Постань, пожалуйста, с уральского. Ходячая энциклопедия. Дайте ей вопрос, она сейчас вам все ответит. А все знают ее. Неважно, параллельная, перпендикулярная ветка, да? Всем помогает. Может быть, хорошо, что она взрослая у нее ребенка, взрослая, она целый у нее в чате сидит, всем отвечает, да? Тоже классно. Спасибо тебе большое за твою работу. Вы поймите, да? Вот мы как кун-фу-панда ролик смотрели в Ашкину. Что он взял? Объединяет всех, они все выиграли, только тогда они выиграли. Так и вы. Что делаете? Объединяйте всех. Есть партнеры Д. Они и результат не показывают. И такие, знаете, не очень. Паразиты. Если, смотрите, вы, а мы на сетевой маркетинг, у людей же всех приглашаем. Правда же? Всех мы же не можем определить. Внешне он может косить под А, и Б, и Д, да? А, и С, да? Но время покажет. Есть такое хорошее выражение. Но здесь камеры не буду говорить, да? Или сказать? Говори, говори. Ну здесь слишком культурная жизнь. Весна покажет, кто где какал. Я думаю, такое выражение. Правильно? Зимой ничего не видно. Но весна покажет. То есть время всегда расставит все на свои места. И как бы этот человек себе в грудь не бил, через некоторое время видно и слышно его поведение. Поэтому эти люди, если вы этого человека не дислоцируете... Ребята, дислоцируйте, как это с чатом? У нас есть чаты, короче. У нас система чатов есть. Система чатов. Четко поставленная система чатов. В чате негатив нельзя. Если Д начинает в чате негативить, к примеру, это же Д только может сделать. Мы лично сразу выходим к нему и говорим, срочно убирай свое сообщение, потому что одно гнилое яблоко целое ведро яблок портит может. Правильно? Он может просто ошибаться, либо у него манера такая, просто взять и портить всем бизнес. У него психология такая заложена. А вы думаете, что он когда-то исправится. Дай бог, если он исправится, ребят. А если не исправится, он может вам просто загубить ваш бизнес. Поэтому, когда появляется ДМ, один раз косяк, мы с ним в личку выходим, говорим, так-так, убирай сообщение. Если он не готов убирать сообщение, мы можем его что делать? Удалить. Я удаляю, потому что есть чаты. Почему? Это мой бизнес. Я этот бизнес сутками делаю, детей своих не вижу. И какой-то приходит там, непонятно какой, со своими какими-то принципами и неправильными установками и пытается испортить мой бизнес. Нет. Я защищаю свой бизнес. Я пытаюсь первый раз к нему пойти на встречу. Я говорю, ты, может, что-то не так понял? Если человек неправильно понял, он удаляет свое сообщение в чате. Он удаляет. А если человек говорит, я не буду удалять. Все, я понимаю, я его с чат удаляю. Имею полное на это право. Почему? Сейчас объясню. Потому что, если вы его не уберете, он будет влиять на этих и на этих. Понятно, да? Он будет влиять. Если этого человека не будет, вот этот будет влиять на этих и на этих. Какую команду вы себе хотите? Сильную команду, а не дэшную команду. Поэтому вот это важно. Донесла? Донесла? Да. Кому это прям сейчас? Вот монета тоже провалилась. Поднимите руки, пожалуйста. Знаете, что такое монета провалилась? Инсайт. Инсайт, да. Я хочу, чтобы у вас мон монеты не было. Так. Понятно, как команду строим? Да. Но это не означает, что всем характери делать. Надо всех убивать, надо. Нет. Поговорить, понять, что ими движет. Запишите классное выражение. Не важно, что говорит человек, важно, что он этим хочет сказать. Если человек негатив говорит какой-то, пойдите глубже, посмотрите, что он этим хотел сказать. Разберитесь. Очень хорошее выражение при работе с командой тоже запишите. Лера, мы можем с тобой поговорить откровенно. Запишите это выражение. Это выражение вообще всегда работает. С мамой, с дочкой, с братом, с сестрой. Когда какой-то есть конфликт, ты просто говоришь, слушай, мы можем с тобой сейчас откровенно поговорить? Все, автоматически вы начинаете что? Разрешаться. Выравнивать. И вы сможете тогда только на таком уровне поговорить. Пока вы это выражение не сказали, у него своя позиция. У вас своя позиция, вы можете его лупами столкнуться и ни к чему хорошему не привести. Не придет от вас. Но если вы научитесь это говорить, выражение, да? Мы можем с тобой откровенно поговорить? Ты вот в чате написал такое сообщение, да? Я хотела понять, что это значит. Что ты этим хочешь сказать, да? Что-то тебе что-то непонятное, у тебя что-то не так... Попытайтесь с людьми просто что делать? Разговаривать. Наш бизнес – это бизнес эмоций и отношений. Согласитесь? Да. Время уже по восьмому, да? Так, дальше. Вот этим понятно все? Да. Вот это тоже понятно. Вы делать ими их понятно. А, вот, важный момент. Лестница продаж. Возвращаемся. Первый список. Понятно, сколько список вставляем? Минимум 20, максимум 100. Если человека научить 100 человек, и делать грамотно по четыре касания оставлять человеку, по четыре касания, нормально все правильно будет. Человек может вести другого кандидата. Ведет он его, ведет. А не просто... Вы знаете, как мы... Вот Алья моя раскалила, классное обучение по этому поводу проводила. Она говорит, вот, огород... Знаете, как огород сажают? Представим, весна. Представим, огород. С чего начинаем? Первое, что мы сажаем обычно? Семечки. Семечки чего? Редиску, да? Редиску же сажаем? Да. То есть у вас 10 соток огорода. У вас горсть семян. Вы берете и сажаете редиску. Потом, после того, как посадили редиску, что делаете дальше? Поливаем дальше, что делаем? Ухаживаем. Ухаживаем. Другое же сажаете же. Или только над редиской стоите. Вот у вас 10 соток. Вы выбрали там себе 100... Этих какого... 10 сантиметров, посадили редиску и поливаете, ухаживаете. Только надо... Это же глупо смотрится же. Вы поняли? Вы что, другое посадили там? Потом помидоры, потом огурцы, потом картошку. У вас здесь что такое? Уже редиска, что? Выросла. Вы понимаете? Так и люди. Людьми вы посадили семя. Пока с другими работали. Здесь уже вернулись, опять полили. Рассказали про Энкрус еще раз. Кто там съездил? Так же. Та-да-да-да, вернулись, потом опять... Бац, смотришь, редиска выросла. Монета провалилась? Да. Так делаем тоже с людьми. Кандидата вести надо. Сразу он не вылазит же. Только ты поставил сразу, что редиска тебя не появилась же. Редко такое бывает. Тебе не видела. Теперь смотрите. Список составили. От 20 до 100. Потом звонок. Запишите. Цель звонка какая? Цель звонка создания встречи. Не поделиться возможностью. Цель звонка создания встречи. Цель звонка не провести презентацию. Еще раз. Каждое твое действие должно быть четко. Какой-то результат. Цель звонка создания встречи. Во время звонка, что мы делаем? Звонок должен быть. Запишите. Показываем важность, срочность и интрига. Звоню я к Лере, допустим. Лера, привет. Удобно говорить? Я по делу. Примерно такой звонок должен быть у вас. Что ты сразу деловой разговор идешь? Важность показали. Срочность. Ты в городе, мы когда можем ближайшее время с тобой встретиться? Что это произошло? Срочность. Он говорит, ты можешь бы рассказать по телефону? Я говорю, она говорит, да? Я говорю, Лера, если я могла бы рассказать тебе по телефону, я бы давно это сделала. Это не телефонный разговор. Почему вы это делаете? Важность, срочность, интригу. Почему? Потому что если вы по телефону начинаете рассказывать презентацию, вы не знаете, что человек в это время делает. Может, он кушать готовит. Может, он с ребенком сидит. Вы его глаза не видите вообще. А вы ему рассказали, он ради уважения тебе, да, 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 да. Сама думает, блин, быстрее, закончила она вообще. Понимаете? Вы рассказали все, а потом она трубку не берет. Она говорит, я сделал столько звонков, и никто не идет на встречу. Ну, правильно ты презентацию по телефону рассказала? Звонок создан для чего? Для того, чтобы провести встречу. Если встреча не в этом городе, либо у вас город Москва, большой город, доехать не можете, видео звонок. Видео встречи. Понятно, да? То есть встреча, она либо должна быть оффлайн, живая в глаза в глаза, либо онлайн, но тоже в глаза в глаза. Чтоб ты понимал четко, что человек напротив тебя, он тебя слушает, по крайней мере, чтобы ты это видел. А потом уже все. Ты, по крайней мере, от себя все, что от тебя требовалось, ты что сделал? Донесла? Во время встречи важна установка контакта. Есть контакт, есть контракт. Контакта нет, контракта нет. Это очень важно. Человека расположить, чтобы он тебя слышал. Они вот так вот. Есть люди, которые приглашают на встречу, да и тот человек его вообще не слышит, да? А он все равно втюхивает. Втюхинг в паринг, если было хорошее слово. Не занимайтесь втюхинге, в паринге, разговаривайте с людьми. Если он сейчас не готов тебя слушать, ну ладно, тогда просто пообщайтесь. Когда будет готов, он, вы это поймете сразу? Не надо втюхивать. Потом только идет что? Презентация. Презентация обычно идет 7-10 минут. Достаточно. А вот на такие городские уже презентации приводим людей, которые уже что? Уже были на встрече, либо уже что-то знают. 7-10 минут достаточно, чтобы человеку объяснить про бизнес. Во время презентации запишите, используем ЧТЕДМ. У нас одни эти, дешифрованные эти. Я в пароле. У нас в команде вообще жестко работает шифрованные эти. Ходы-выходи. ЧТЕДМ. Когда сидишь с человеком на встрече, прям ЧТЕДМ, он сидит и думает, что там есть для меня. Ваша задача показать его ЧТЕДМ. Что у вас есть для него? Если это семья из нескольких детей, однозначно он хочет путешествовать, но он не может позволить себе отпуск для всех детей. Правильно? Так вы спросите, ты хотел путешествовать, экономить и всю семью вывозить? Как вы думаете, что он скажет? Нет, что ли? Не надо всем деньги, миллионы показывать, долларов. Вы человеку пытаетесь внести миллион долларов, у него на сто тысяч рублей еще голова не готова. Я иногда с человеком не приглашаю. И вот там была девочка среди них. Она рассказывает, такая красивая девушка, такая украинка, что ли, да, с Украины украинка. Она говорит, а сели меня четко зацепило. Если бы она мне сказала про деньги здесь и про сетевую, я бы не пришла. Но она четко меня зацепила за путешествие. Она еще так сказала, как это мне выгодно с моей семьей это делать. Вы поняли, что произошло? Она показала ее ЧТЕДМ. Она не показывала ей ни доход, ни бизнес, ни маркетинг. Она показала ей путешествия. Та зацепилась и чуть больше потом уже изучила и потом сама увидела, что здесь есть возможности. Понятно, да? Потом идет у нас что? Работа с возражениями. Вот некоторые боятся идти делать бизнес, потому что они боятся что? То, что Наталья Шевелла проводила в учреждении в ваших отношениях. Возражения это круто. Радуйтесь, когда вам возражения говорят. Потому что, когда делают возражения, это означает, что человеку интересно хоть что-то. Когда человеку не интересно, он да-да-да-да-да-да-да-да-да и пропал потом. Поэтому возражения надо научиться, их не надо бояться. И потом идет закрытие сделки. Кто закрывает сделку? Умеет. А вы знаете, да, что надо закрывать людей? Кто использует это выражение закрытия сделки? Мало, да? Смотрите, используем, да? Знаем же, как закрывать, да, сделку? Смотрите, что это такое. Вот ваш кандидат. Ему все нравится. Но он никак не может что сделать? Принять решение. Это то же самое, что вы, например, стоите и между двумя туфлями выбираете в магазине. Кто вам закрывает сделку? И эти нравятся, и эти продавец. Он говорит, девушка, абсолютно посторонний человек. Он говорит, вот эти классные, я бы на вашем месте вот эти взяла, если у вас, допустим, деньги только на одни туфли. Правильно? Покупаем, девочки? Покупаем. Что произошло? Закрытие сделки. Ты вроде бы уже и так решил. Но тебе помогли. То же самое и закрытие сделки. У нас закрытие сделки проводится спонсором. С вышестоящим. То есть человек провел, допустим, партнер провел с человеком работу. И потом делает мощный промоушен на спонсора. И потом этот спонсор вместе закрывает, отвечает на все вопросы. И закрывает. Понятно, да? Если, допустим, спонсору, как мне, например, некогда, мы делаем как? Я говорю партнеру своему. Ты подготовь сразу несколько кандидатов. Вот у нас пять, шесть кандидатов он готовит. Мы Zoom конференцию создаем. И прям открыто сижу дома, как есть в халате, могу сидеть. И прям разговариваю с этими людьми в Zoom, отвечая на их вопросы. Они говорят, да, все классно. Нравится, да. Что приняли, какое решение. Все, захожу. Когда заходите? Вот в ближайшее время. Ну, в ближайшее время это абстрактное. Конкретно, когда заходите? Прямо конкретно договорились. Все, правильно понимаю? Во втором классе забавляют в чат, вы становитесь партнером. Да, все. Все, закрыли сделку. Понятно, да? Что произошло? Все пять этапов. Вот это вот очень важно. Но самый главный этап, это этап номер ноль. Это четкое понимание, зачем вам нужен этот что? Бизнес. Пока вы не поймете зачем, смысл нету изучать? Нету. Нету, абсолютно. Все, что сегодня было, абсолютно не имеет никакого смысла, пока у тебя нету четкой цели. Вот у тебя четкая цель должна быть. И смотрите, как обычно партнеры себя ведут. К примеру. То есть все, сегодня замотивировались, все классно. Есть партнеры кубики, есть партнеры шарики. Слышно я такое выражение? Нет. Кто такие кубики? Смотрите, где мой телефон? Вот. Сегодня классное мероприятие в Москве. Вы еле доползли до него, мотивация уже у вас заканчивалась. Пообщались с бортдиректорами, услышали их истории. Внутри у вас что произошло? Мотивация. То есть смотрите, партнеры кубики, их надо все время что делать? Переворачивать. Мероприятие прошло? Перевернули. Мероприятие прошло? Перевернули. Насколько ей мотивации хватает? 48 часов, два дня. Два дня хватает мотивации, потом быт, то, сё, какой бы крутым ни был, все равно по-любому так оно и есть. У вас опять не хватает мотивации. Надо со спонсором пообщаться, поныть ему, чтобы опять сделать что? Перевернули что в тебя. Вот это партнеры кубики. У них не хватает ему внутрь, у них нету, зачем вообще? Они ИБДшничают. Сами не работают, и другим не дают называться. А понимаете? ИБД, КБД. А есть партнеры-шарики. Это кто? Имеет четкую цель, неважно, есть спонсор, нет спонсоров. Ты просто что? Увидел этот путь, и ты просто идешь. Не знаю как, спотыкаешься правильно, иногда неправильно. Вы думаете, я идея руководитель? Я столько косячу. Я столько косячу, иногда мои директоры мне шапалях дают. Знаете, что я по шапалях у нас слово? У казахов слова шапалях есть. Пощечина. Они мне могут только сказать, я не говорю, что я идеальный руководитель. Я не говорю, вы будете тоже делать ошибки. Но самое главное что? Идти. Понятно, да? И когда у человека происходит трансформация из кубика в шарик, это когда у него появляется четкая... Зачем? Все. Любой человек может стать кем? Шариком. Вот я хочу, чтобы вы не были... То есть, чтобы мероприятие у вас было не для вашей мотивации. Мне мероприятия нафиг не нужны вообще. Мне мероприятие как естественный процесс нашей работы. Что вы просто думали, мероприятие Ольга Ротниченко в Москве создает. Сколько людей будет на этом мероприятии? Все. Один ответ вопрос у вас должен быть. Они... Пойду ли я, не пойду, замотивируются мне или нет. Это неправильный вопрос. Правильный вопрос. Сколько людей будет на моем, на этом мероприятии? Это часть нашей работы. Понятно, да? И когда вот, например, у вас есть четкая зачерк... Вот люди, в основном, которые не имеют четкой цели, они как? Пришел человек? Вау, классно, у меня человек регистрируется. Какое настроение? Супер! Повышенное. А этот человек бац и не пришел, не зарегистрировался. Какое настроение? Поехали. Это еще хорошо здесь спонсор твой среагировал. Заметил, что ты пропал. А если не среагировал, все, ушел человек. Пропал без вести. Если спонсор среагировал, он пытается тебя встряхнуть. Говорит, ты что, давай, ты что? Ты что? Ну, он встряхивает более-менее на новую точку. Потом опять кто-то пришел. Что происходит? Путь ваш какой становится? Не факт, что вы дойдете до конца, честно скажу вам. Кто хочет бурдиректором? Поднимите руки, пожалуйста. Что-то не все хотят бурдиректором быть. А теперь скажите честно, кто дойдет до бурдиректора? Кто-то сидит и даже не знает, что такое бурдиректор. Посмотрите, компания сейчас сколько лет? Три года. Верите ли вы в то, что компания будет пять лет? Да. Вопрос, кем вы будете на пятилетие компании? Может и лет. А? Вы будете стоять на сцене и помогать людям делать бизнес? Или вы будете группа поддержки вот так вот сидеть? Вот от этих слов у вас должно быть прямо аж волосы стать на голове. Почему? Потому что именно сейчас идет история, вы понимаете, пять бурдиректоров. Через два года, я не знаю, сколько у нас будет. Все зависит от вашего принятия решения. Я вам скажу честно, я когда бурдиректором стала, я даже не думала, насколько серьезно это. Тебе приходит дополнительный договор, ты уже становишься акционером компании. Тебе каждое определенное число компания предоставляет полный отчет по прибыли, расходной части и вот эту часть, которую она делит между акционерами. Честно, доллар в доллар. И тогда ты понимаешь, ты всего лишь вроде маленький человечек, а ты уже имеешь долю от большого холдинга акционер компании. Вы представляете это? Не представляете? Я не знаю, какая, правда, Жолика, да? И ты понимаешь, боже, вроде бы ты не сделал такую супер крутую работу, да, чтобы там, я не знаю, что надо. Но ты просто рассказывал людям, и тебе вот так вот Всевышний дает такой шанс. Грех его не брать, ребята, сейчас вам. Вот от вас сейчас зависит, от вашего принятия решения зависит на пятилетие компании, кто будет в этих бурдиректоров. Кто хочет бурдиректором стать? Хотим? Это всего лишь пять половин тысяч человек? Всего лишь? На сегодняшний момент сколько у вас? У меня уже 7-800 где-то. Год назад всего лишь, ну, год и месяц начинали. Как дела? Я вам просто, если я казашка, да? С Казахстана. Ну, реально, многие даже не знают европейцы, где Казахстан находятся, да? Россия же, великая душа все знают же. Аншлаг. Если мы это сделали, это может абсолютно каждого. Я просто хочу передать, насколько это реально. Понимаете? И вы станете акционерами компании. И вот эта вот цель, она должна вас двигать. И вот когда вы будете шариком, у вас будет вот так вот, у вас правило должно, да? Сохранить себя для успеха. Пришел человек, хорошо. Ушел человек, ничего страшного. Пришел, хорошо. Ушел, ничего страшного. Пришел, хорошо. Ушел, ничего страшного. Тем самым ты что? Свои цели быстрее сокращаешь свой путь. Не растрачиваешься. Ваша задача уже быть ее, создать, как будто бы уже может директор делать это. Далее. Понятно, пока все идет? Да. Очень важно, чтобы вы понимали материальный и духовный мир тоже. Не только деньги, 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 деньги должны быть мотивацией. Ваша задача быть как дерево. Смотрите. Давайте я нарисую два дерева. Первый вид дерева, это когда вот у человека очень большая крона дерева. А корни какие? Маленькие. Это сейчас про духовность я говорю. Есть люди, которые слишком духовные? Медитации, все хорошее. Не видно? Нет. Духовные слишком. Эти люди через некоторое время дерево. Что произойдет с ним? Упадет. Как бы вы не ходили бы на обучение, ничего, пока вы, ну, ваша задача что? Зарабатывать тоже. А есть люди, которые что наоборот, что делают? Материальные. Корни крепкие, а духовности никакой нет. Вот наша задача, партнеры Инкрузис, чтобы мы что делали? Духовно и материально. Мир у нас был что? В балансе. Поэтому у нас майка лучше всегда на тренинг. Хочет? Теперь я хочу с вами сделать упражнение. Встаньте, пожалуйста, все. Ура. Ура, беда. Ждали. Что-то нет картинки. Вот так быстро встанете, так вы до бур-директора дойдете. Думают еще. Ребят, у меня все в порядке. Я не могу ничего сделать. Перезагрузите картинку. Перезагрузите страницу. У меня показывает, что видео идет. Я сделать ничего не могу. Нас Майкл в Санкт-Петербурге обучал такому классному упражнению на тренинге. А это кто был на этом тренинге? Только звук. Значит, потом будете в записи смотреть. Вот все, что нас Майкл учит, все это команда должна сделать. Я не знаю, что делать. Другую трансляцию создавать я не буду. Я не буду. Я не буду. Если я сейчас буду просто делать другую трансляцию, мы потеряем очень много времени и не запишем. Это и упражнение такое интересное. Потом в записи досмотреть. Здесь два упражнения. Встаньте вот так вот крепко на ногах. Крепко встаньте. Посмотрите. Представьте, что вы команда ваша. Вы бор-директор. Вы уже представили, что вы бор-директор. И вы смотрите вот внизу. Вот просто посмотрите, да? Это вы сами создали. Кто уже представляет, что вы бор-директор? Вы создали. Вот это все пять с половиной тысяч человек, это ваша команда. Классно? Классно, да? Это вот про изменения. Поставьте, пожалуйста, сделайте руки так, как вам удобно. Как вам удобно. Вот вы крепко стоите на ногах. Вы бор-директор. Классно же? Классно. Это вся ваша команда. Вы ее сами создали. Вы ежемесячно получаете зарплату 55 тысяч долларов. Плюс еще 5 процентов получаете. Плюс еще пассивный доход. Потому что там вообще бешеные деньги получаете. Плюс еще ваша команда вас любит, уважает, ценит вас везде, ждет. Классные ощущения? Супер. Чуть не слышно. Супер, да? Супер. Классно. Я про то, что изменения могут быть разные сейчас. Я очень важный этот момент. Майкл нам говорил, да? Как вы поставили руки? Какая сверху рука? Левая, правая? У кого левая? У кого-то левая, да? То есть каждый поставил так, как ему удобно. Правильно же? Но вы уверенно стоите. Вы бор-директор. Все классно. Происходит какое-то изменение в компании. Допустим, переверните руки, чтобы нижняя была наоборот. Удобно? Нет. Что начинается? Ну-ка давайте мысли свои. Какие у вас? Дискомфортно. А? Некомфортно. Вы уже про команду свою забыли. Вам неудобно, некомфортно? Вот смотрите, мы лидеры все. Вот сейчас реально, вот Майкл нас так сам учит, да? Изменения могут быть разные. Всякое. Но мы, как лидеры, должны всегда работать и так, и так. Правильно? Услышали сейчас меня? Классный же тренинг? Классный, а? Да. Гибкими должны быть. И при этом не забывайте, пожалуйста. Ребята, напишите, у кого-нибудь есть видео. И второе, чем у нас Майкл учил. Для у всех не видно. Плюсики поставьте, у кого есть видео. Это про вот этот вот материально-духовный мир. И скажите в лицо другому человеку. Ты сексуальная миллионерша? Ты сексуальная миллионерша? Мужчины говорят, ты сексуальная миллионерша? А почему не делаем некоторые? Еще раз. Напишите только тех, у кого есть картинка. Плюсик. Остальные не надо писать. Ты сексуальный миллионер. Ты сексуальный миллионерша? Поблагодарите напарника своего. Развернитесь к другому напарнику. Ты сексуальная миллионерша? Ты сексуальная миллионерша? Что надо мне тебе сказать, да? Мне надо тебе сказать, да? Я все прослушаю. Ты сексуальный миллионер. Ты сексуальный миллионер. Спасибо большое, если садимся. Да-да-да, стриптиз уже пошел. Сексуальный. А вы это все не видели. Странно, почему же картинки-то нет? Ну, это знаете, это про чакры тоже, да? Знаем, да? У меня вопрос задали. Почему сексуальные, да? Чакры, знаем тоже, да? Материя, сексуальная энергия, это нижние чакры. Да. И духовные, это верхние. Да. Вот наша задача баланс этого и этого соблюдать. Ответила на этот вопрос? Да, действительно, в зале. Хорошо, чтобы мы не теряли баланс. Нет, нахраница. Классно? Энергия пошла? Да. Вот у кого энергия пошла? Да. Ощущения какие? Парка. Классно. То есть я к чему? Вот мы сегодня обучаемся же, то есть это верхнее мы задевали, держали. А сейчас я специально ваше нижнее тоже что сделала? Закачала. Заактивировала, чтобы вы помнили, что теньги, сексуальность, это низ. И ваша задача баланс соблюдать. Тогда вы будете что? Гармония. Да, вам будет классно. Сейчас. По поводу действий не осталось, я просто вам расскажу, как правильно цели ставить. Хотим? Хотим. У меня цели сбываются за неделю, знаете? Нет, ни одной цели, наверное, которой я реально сбываю. Я могу эту трансляцию закончить, создать новую. Как вы ставите цели? Смотрите, пишите. У вас должно быть очень много «хочу». Они все должны быть фиксированы на бумаге, да, отдельно. Вы покупаете специальную тетрадку, свои печатные. И вы пишите, смотрите, делите пункт. Свои цели вот так вот фиксируют. Сначала составили этот список, потом в этот список вносите в таблицу. Допустим, какую цель? Купить дом родителям. Это одна из целей. Хорошо. Тогда просто слушаем. Дата реализации. Стоимость. В основном цели, они какие у нас? Материальные. Материальные. Прототип первого действия. Стоимость прототипа. Сейчас объясню. Поставили цель. Надо ее, значит, ее что сделать теперь? Добиться. У вас же путь будет, правильно? Ваша задача вот до даты реализации, надо ее что сделать? Понять, сколько она стоит. И прототип первого действия. Это что? То? Что такое прототип первого действия? Сделать какое-то действие, которое от вас не потребует больших усилий. Если вы здесь напишите «бор-директор», то это не прототип первого действия. Вы понимаете? Нет, даже не без оплаты. Что? Где продают эти дома? Какое мобильное приложение у вас? Циан. Циан. Авида, да? Циан. Циан. То есть, смотрите, скачать циан, посмотреть этот дом, сколько он стоит, присмотреться. Денег стоит для вас? Нет. Нет. Но вы что сделали? Запустили его. Понятно? Да. Здесь прописываете посмотреть цены в циане, съездить посмотреть эти дома, хотя бы. И вы его что сделали? Вот он, прототип первый действий. То есть, что вы сделали? Запустили. Активировали. Активировали свое желание. Сколько это стоит? Ничего не стоит, ноль стоит. Все, приступайте. Понятно? Маркетинг-директор в этом месте сделать. Что нужно сделать? Прототип первый действий. Что делать? Список постановить. То-то, то-то, то-то. Сколько это стоит? Ничего не стоит. Но начали хотя бы действовать. Потому что многие люди сидят и ждут чего-то. Они не действуют. Вы вот так вот можете спокойно, 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 свои цели что делать? Активировать. Полезно вот это вот? Очень полезно. Я так делаю. Мне так вообще это нравится. Первое хотя бы действие сделал. Запустил. Закрыло. Забыло. Понятно, да? Маятник не раскачиваем. Когда надо, тогда и произойдет. Появилась цель. Вы же понимаете, что у вас нету денег сейчас этот дом купить? Чего вы будете головой об стенку? Вы же понимаете? Но вы посмотрели этот дом, присмотрели, сходили, отпустили, сказали себе «да». Внутри «да». Всегда говорили «да» внутри. Не знаешь как, но это будет. И забыли все. И делаешь свой бизнес. И паспорт вот так приходит, а бац тебе и приходит. Нет, да? И по поводу того, как мы закрывали борт директора. Почему-то это секрет должен был быть. Девушка, девушка, пожалуйста, лично вам касается. Где Дарья тут вообще сидит? Можно руку поднять? Дарья, все Дарьи. Поднимите руки, пожалуйста. Дарья. Дарья. Дарья, ты да. Пожалуйста, на секунду можно выйти? Чисто темно, московский, пожалуйста. Спасибо, мы сделали нашим классом. Дарья, выйди, пожалуйста. Дарья. 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 Даша, не слышно, звоните. Сделай ей предложение. Дай мне у тебя, извините. А где у нас гости? Там гостей нету? А, тогда я не расскажу, как мы будем делать. Нет, 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 нет. Это все предвкушения. Нет, нет, нет. Закрывай. Нет, не надо. А? Все, все. Без микроволок. Просто я вам скажу, как делает сбор директор. Нужно создать хорошую команду. Пять с половиной тысяч человек. Да, пять с половиной тысяч человек. Стрех вечек. Просто расскажу немножко, да, вот. Наталья Шевелла. Мы с ней в Турции, в Турции, говорю, были в Токио, в Азиатском фруизе. И мы же идем на бор директор Юльич, с Томатой Шевелла, и я идем, да. И 1 июля закрыл уже в декабре. Потом, и вот, благодаря этому звонку, я вот сейчас к чему сейчас хочу подытожить, да, ладно. Как конкретно делали, не буду конкретно рассказывать, но я вам скажу, что произошло в тот момент. 30-го числа, уже закрытие месяца, я понимала, три с половиной тысячи человек все же команда у меня по обороту, а надо пять с половиной. Я уже понимала внутри, что, а в этот месяц мы проводили лидерский тренинг в Алмате. Я там прыгала с горы, знаем, да, 513 метров. Самое высокое место в Казахстане, такая гора. И я всю команду, мы директором форум проводили, вся команда прошла, а мы до последнего дня не проходили, я боялась. Я, говорю, загадалась желание, там даже мой папа прыгнул, что я бор директором встала, понимаете. Весь Казахстан ждет, когда я бор директором встану, да, а я до сих пор еще боюсь, да. И я такая, не знаю как, посмотрите мой инстаграм, но я это сделаю и прыгнула. И то же самое, 30-го числа я вижу три с половиной тысячи человек. Внутри интуитивно я чувствую, что мы сделаем бор директора. Но как это сделать, вообще понятия не имею. Один день, две тысячи человек надо. Две тысячи человек надо, понимаете. И звонит мне Наталья Швелло в 11 часов вечера и говорит. Она же, ну, ковар такой же украинский. Ну, шо, говорит, идем на бор дар. Я говорю, идем. А, говорит, сколько у тебя человека? Она говорит, 5200, а у меня же 3500. А у меня уже дело чести. Вы понимаете, то есть в каждой стране есть бор директора. В Казахстане уже шестой месяц. Команда хочет больше, чем я хочу, да? Я такая, говорю, идем. Время 11 часов. Я собралась, Лере звоню. Лера, сеньор маркетинг директ, там директоров выращивает в кафе. Звоню Лере, говорю, что делаете? Она говорит, работаем. А ты что делаешь? Я говорю, дома сегодня. Ну, ты вообще, мол, мать, даешь. Приезжай. Я губы крашу, одеваюсь. Прилетаю, короче, туда. А, это какой? Сутки осталось. Сутки. Прилетаю, короче. Смотри, моя команда работает, короче, да? Че делать, че делать? Я говорю, энергии, энергии. Помни, да, про энергию? Я говорю, надо что-то делать, надо что-то делать. Поможете свое вызывание? Поможете здесь? Прилетаю срочно, она приезжает. Пиши пост. Она говорит, какой пост? Конкурс. Конкурс запускаю. Я говорю, пиши пост. кто комментарии какую страну напишет город просто напиши 5000 гена баланса кинь то есть мы что выявляем иногда включайте не только механические действия только свой ум а включайте что-то извне и вы представляете за ночь 7800 комментариев написали 7800 человек энергии по сообщение направили на мою цепь тоже слышно сейчас мне как это сил 7800 комментариев пост кто хочет какую страну видит он японии что-то там город какой-то пищи 7800 или там 8700 четыре семь восемьсот говорю вот так вот так вот приходит сообщение чтобы все комментируют комментируют комитет сколько энергии пошло на твою цель услышали сейчас меня цель это всего же энергия тоже и мы такие ходили до пяти чудил чудил 5 утра уже 5 утра темно уже у нас объявите ночной клуб есть сибири там клуб закрывается четыре часа в уральский город маленький если что это не москва один-единственный все туда приезжают все пьяные уже все гуляют мы сидим план думаем как борт директора заказ вы представляете какой план у нас же пункт санкт-петербург я акцию рассказывала один плюс один сила команды то есть до 100 человек у вас команда будет пока вы вот смотрите кто сейчас до 100 человек до 100 человек у вас иногда не хватает сил и энергии вы думаете маленько мелко развиваетесь не маленькими темпами но как только у вас будет 100 человек это . не возврата вот я говорю что если вы конечно не перекратите действовать дальше смотрите когда вы один плюс одна пича в команде когда прибавляется вас команде сколько человек 22 задачу по одному сделать вас команде всего лишь будет 4 то есть до 100 человек это темпы маленькие а когда 100 человек закон больших чисел включается 100 человек по одному хотя бы скажи задачу сделать сколько будет команде 200 я же в питере сама это обучение проводила проводил и я понимаю у меня есть три с половиной тысяч человек сейчас которые хотя бы по одному задачу поставить им они сейчас делать на бурдиректор закроем вы поняли из 5 утра мы придумаем акцию один плюс один кто подключить 31 числа человека хотя бы одного члена клуба тот участвует об акции 1 я возьму с собой 15 апреля на неделю пожить на моем острове на тенерифе себе вот такую промо сделал прокачали воды а в чайку другу подключается тому среди них разыграют 300 сейчас эти акции не работают пока хочу запретил но вот тогда я к чему сейчас это веду я хочу чтобы сделать правильный вывод из того что я сейчас говорю когда вы принимаете решение вся вселенная способствует чтобы сбылось за один день у нас подключилась 2200 человек люди которые у меня не проплачивали несколько нужно было чтобы человек сам активного кто участвует у меня появилась девочка которая 10 месяцев голоса я даже не слышала она за 10 месяцев счет проплачен подключает пятерых чтобы пять раз участвовать в этом конкурсе безоплатку закрыл выходит на безоплатку вы понимаете не знаю как но вы это сделаете если вы приняли решение я команду свою учу лучше сделать все возможное и сожалеть чем не сделать и сожалеть если вас команде 20 человек уже есть и вами маркетинг директор не хватает 10 до последнего 5 утра только тогда ты имеешь сдаться правом в 5 утра у нас весь казахстан весь казахстан шумел потому что мы закрыли порте это было на уровне великой отечественной это первого числа уже до пяти никто не спал никто не спал у нас карта даже некоторым там нужно было что-то заблокировал знаете директорский чат за три минуты 15 тысяч долларов собрали командная работа когда вы принимаете решение вы понимаете когда вы принимаете решение у вас вся вселенная способствует тому чтобы исполнилось ваше решение и вот у нас самые знаменитые гинекологи эти акушеры это валерия шейные риты довольно встань пожалуйста то есть благодаря этим девочкам мы закрыли борд-директора это командная работа без десяти один за пятьдесят один здесь второй этаж кафе все сняли вся команда собралась понимаете я в 5 утра акцию 1 плюс 1 записывать надо же эту акцию я записываю акцию 5 утра я записываю акцию надо же команду замотивировать чтобы они по одному человеку подключили я записываю акцию все пьяные ходят там дорогая команда как вы знаете совсем скоро я еду на остров тенерифе и возьму тебя с собой если ты сегодня 31 часа подкурешь хоть одного член клуба раз 15 я прохожу а там охранник сидит ты задолбала уже со своим островом темно у нас цель стоит цель за столом ухил и братьевую гаде врухил он и меня обижает врухил походу ты чего чуть не спит спи дальше чувствуешь чуть-чуть спит дальше а он говорит ты чего книги она ролик записывал какой ролик 5 утра говорит остров и остров у него потоньцев со своим островом мы просто отключили мозг просто делали 8 утра планерка всех директоров срочно запускаем ролик все и вы знаете у нас был отчет мы прям все сидели с толку ставки ежет когда что-то кто кто сколько зарегистрирует кто у кого кто сколько пропад будет 840 отчет приходит 940 со звона 1040 и в 1040 я леру подзываю лера подходит а у нее склад ума такой аналитический если я такая летящая вперед делаем не делаем лера подходит реально она говорит но я понимала есть я сейчас скажу не сделаем ты сразу там же сдашься настолько командная работа была сильная я рассказала сделаем у него склад ума такой же все делаем а время же ночь кто назвали что будет 800 человек регистрировать кашу вас делали на 200 человек больше даже сделаем командная работа сколько людей ранее закрыли по одному человеку сколько у людей были люди которые кого-то вели не довели до конца и благодаря акции чем произошло и команды вы в прошлом месяце у меня бороться стал 7800 на 2000 больше вы недооцениваете свою команду и мы слишком рано сдаете сюда только в пять утра ты имеешь право сдаться либо результат либо красивую историю почему тебя не получилось на остров поехал поедет девочку лице из города октава поедет на остров на неделю со мной жить ты выходишь в одних тапочках в визу все я беру за свой счет вы знаете ради этого казахи наши что делали вообще вытворяли я не знаю они там динозавр даже подписали я не знаю это все вот в решении ребят поймите примите решение сегодня все основное я к чему сейчас примите решение сегодня сделать этот бизнес один раз и навсегда у меня вся жизнь поменялся родологию вы полностью свои меняете вы понимаете вы полностью поменяете весь свой род если вы сейчас делаете один раз свой бизнес один раз и скольким людям вы взрастите скольких людей и давайте запишем видео наше стандартное готовы полезно сегодня был тренинг точно сейчас мы покажем какие вы москвичи энергичные у нас есть традиционная такая традиция мы показываем энергию которую раскачали в зале и конечно все шарики сегодня 15 марта в городе москве мы провели а мы провели обучение в городе москве и смотрите такое количество партнеров сегодня собрала вы кричите москва абсолютно тишина когда я поворачиваю и вы все сразу кричите вот так вот кричите настолько вы значит хотите пор директором стать если вы не жалею если вы будете сейчас себя жилить значит вы не были как на запорожце на пирали ездить понимаете всем привет сегодня 15 марта мы находимся в россии в городе москве и смотрите какое количество партнеров сегодня были на обучение все самые крутые москва вперед которые не знают хотя если в как ее Спасибо тебе огромное. Столько души, столько сердца, столько любви. И я понимаю, что цветы ты не довезешь, поэтому мы тебе вот такие конфеты сладкие дарим. И еще, да, и еще я хочу тебе подарить привет на Тони Робинса в Сал-Петербурге 4 октября. Друзья, кому интересно будет именно посетить это мероприятие до конца марта, очень хорошие цены, со скидками, в общем, короче, обращайтесь. И по поводу Гоу-Про, также я хотела сказать, по словам, мне задавали вопросы по поводу стоимости, сколько это будет стоить. Сейчас билеты стоят 300 долларов на 3 дня обучения. Кроме долгой, билеты, если вы покупаете, виза стоит, по-моему, на 3 года 260 долларов. Если вы покупаете билеты заранее на авиаперелет, он вам обойдется где-то 30 тысяч. Виктор, а не Сергей. В Лос-Анджелес туда-обратно. И Лос-Анджелес-Лас-Вегас, там билеты 2-3 тысячи рублей всего стоят, то есть очень недорого. Поздный перерыв, будет презентация. Потому что все хотят, чтобы туда как можно больше людей приезжало. Вот, так что, ну, примерно вот такие вот цены. То есть у вас есть огромное количество времени для того, чтобы заработать и поехать в Лос-Анджелес. Плюс круиз по Карибам, как дополнение. Плюс круиз, да, можете взять с Лос-Анджелеса. Сейчас я хотела бы поднять сюда на сцену от сеньора и выше людей. О, пойдем на сцену. Чтобы выглядели, что у нас уже суперлидер. Пойдем. Да, и будет розыгрыш еще 3 билета, мы разыграем на Тони Робинса. Так что не расходите, у вас у всех есть среди присутствующих. Давайте побыстрее, потому что у нас там что-то в гости, и я хотела бы вручить сертификаты нашим топ-лидерам сегодняшнего мероприятия. Мы в том году в сентябре еще приехали с тобой познакомиться, и вы счастливы команду. Татьяна Дубровская, да, вот. Оля, Оля, Оля. И видео пишем, да? Давай по 15 секунд, потом скинешь. Может микрофон? Это тоже ванная, благодарю. Давай, иди сюда, идите. Идите сюда, что вы там все. Притаяли. Все, в общем, всем пока, ребят. Здравствуйте, уважаемый зритель, благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию, и посетить, онлайн конференцию в прямом эфире, где вы узнаете, очень много интересного, и полезного для себя, и отзывы многих людей, которые побывали, и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника, вам будет оказана, всевозможная техническая помощь, и поддержка, от нуля, до результата. Ссылка, для бесплатного регистрации, находится под видео, и затем, я с вами свяжусь. До встречи.